Всем здравствуйте! Снова привет! Сегодняшнее видео мы посвящаем полировальным пастам, составам и разным специальным жидкостям от компании Минзерна. В связи с тем, что рост популярности Минзерна неуклонно идет вверх, естественно, задается большое количество вопросов. Для чего используется та или иная паста? Для чего применяется та или иная жидкость? Поэтому это видео мы посвящаем как раз ответам на те вопросы, которые накопились в процессе эксплуатации Минзерна. Попробуем разобраться вместе в этих всех сложных вопросах. Первый вопрос, который чаще всего задается, это паста 300 и 400. Расскажите, в чем отличие по применению и использованию. Дублирует ли паста 300 и 400? Для большей наглядности мы нарисовали вот такую вот схему, на которой представили все пасты, которые есть в Минзерне, которые используются в нашем сегменте, в сегменте автомобильном. Эти пасты расположены таким образом, что они показывают свое действие друг по отношению к другу. Вот это, например, классическая схема 1, 2, 2, 3 номер, пасты 300 и 400. Трехсотая паста располагается в зоне более высокой агрессивности, даже чем первый шаг в полировке. Это означает лишь то, что паста 300 сама по себе лучше работает на старых покрытиях, на керамических покрытиях, на супер жестких покрытиях. При этом она может работать и с меховым полировальником и с поролоновым полировальником. Обращаю внимание, что с поролоновым полировальником паста работает в зоне повышения блеска. Это означает, что паста 300 это универсальная паста, которая может работать с меховым полировальником как первый номер, с поролоновым как второй номер. При этом на свежем покрытии паста 300 паста ведет себя абсолютно изумительно. Она и удаляет риску, и повышает блеск. На светлых цветах даже этого достаточно для того, чтобы не использовать третий шаг. Четырехсотая паста, она чуть менее агрессивна по сравнению с трехсотой пастой. Располагается вот ее, ее зона действия располагается первый номер с меховым полировальником. И с поролоновым полировальником это повышение блеска, ну и отчасти даже удаление голограмм. Подводя итог, о чем я сейчас говорил, обращаю ваше внимание, что трехсотая паста лучше всего работает на первом и втором шаге. Она по сравнению с 400, по сравнению с 400 пастой более агрессивная. Работает с меховым полировальником, с поролоновым полировальником. С поролоновым полировальником она работает на свежих покрытиях для повышения блеска. По сравнению с 400 пастой, могу сказать еще дополнительно, что при полировке 300 меньше разлетается, она имеет более высокую плотность, ну как следствие это все-таки поменьше, более меньший расход. 400 паста, она работает как первый, второй или третий номер. На первом номере она лучше работает как, она лучше работает с меховым полировальником. Для повышения блеска это поролон средней жесткости, ну а для удаления голограмм как третий шаг она будет работать на поролоне черном или очень мягком поролончике. Второй вопрос, который чаще всего задаются, это вопрос касаемых полировальных паст первого шага. У Минзерны это тысячный, номер 1000 и 1100. В рекомендациях завода-изготовителя указывается, что тысячная паста рекомендуется к применению с поролоновым полировальником, в то время как 1100 с меховым полировальником. Ну на самом деле это не панацея, частенько требуется быстрее удалить какое-то сложное покрытие и нам нужно поднять агрессивность. В этом случае мы можем использовать меховой полировальник и использовать тысячную пасту. А частенько бывает так, что, например, покрытие у нас нормальное, минимальное, риск нам нужно просто поднять блеск на первом шаге. В этом случае мы можем использовать тысячу сотую с поролоновым полировальником. В любом случае ориентироваться нужно по, как говорят, по местности, то есть ориентироваться по месту. В подтверждение моих слов, еще раз обращаемся к этикетке. Здесь мы видим, что это, что пасты тысячная и тысяча сотая, они принадлежат к первому номеру, первому шагу полировки, но при этом агрессивность на тысячной выше, чем у тысяча сотой, но блеск у тысяча сотой выше, чем у тысячной. Третий вопрос, который чаще всего задается, это вопрос, связанный с количеством паст. А именно, на втором шаге и на третьем шаге у существуют, помимо основной линейки, существуют дополнительные пасты. Например, второй шаг, основная паста 2 500, существует альтернативные 2 200 и 2 400. Для третьего шага, для удаления голограмм, существуют пасты, помимо основной линейки 3000, 3 500 и 3 800. Вот такой вот ассортимент создан для детейлеров, людей, которые полируют различные виды покрытий. В связи с этим и предлагается такой достаточно широкий ассортимент. Для классической полировки, где первый, второй, третий номер основной линейки хватает за глаза и за уши. Но вот эти дополнительные вещи, они созданы как для гурманов полировки, для людей, которые понимают в полировке и стремятся получить наилучший результат. Четвертый вопрос, который чаще всего задают по поводу паст мензерна, это вопрос, связанный с пастой 3 в 1. Почему 3 в 1, почему не 2 в 1, почему и вообще что это, с чем это ее едят. Если мы обратимся к нашей схемке, то видно, что паста 3 в 1 работает на втором номере с полировальником средней жесткости, как второй номер работает, как третий номер будет работать с полировальником мягким, ну и как защита блеска, так же на мягком поролоне она будет разноситься. На этикетке все это достаточно подробно показано. Паста работает на втором номере, на третьем номере, на втором шаге, на третьем шаге, ну и работает как защита блеска. Отсюда, собственно говоря, название 3 в 1, 3 шага в 1 флаконе. Следующий вопрос, который задается, это вопрос, связанный с защитами блеска. Как долго держится на поверхности защита блеска? Через какое время можно располироваться? Давайте разберемся во всем более подробно. В мензерне есть 4 состава, которые работают как защита блеска. Первый из них это Power Lock на основе синтетического полимера. Второй Power Lock Power Protect Ultra, это состав 2 в 1 с воском. Это Sealing Box, это восковый состав, основа карнаутская пальма. Это Liquid Carnauba Protection, это более жидкий воск карнаутской пальмы. Теперь более подробно. Power Lock состав наносится на поверхность и готов к располированию через 20 минут. Как раз за это время он успевает замотовить и создать вот эту необходимую защитную пленку. Располировается достаточно легко, при этом держится на поверхности, со слов завода-изготовителя, до 6 месяцев. Естественно, зависит от погодных условий, от условий эксплуатации, очень много факторов внешних. Кстати, тяжело снимается обезжириванием. Можно сказать, что обезжиривателем вообще не снимается. Power Protect Ultra, это состав по уровню чуть ниже, чем Power Lock, но при этом он на поверхности держится до 2 месяцев. Это также заявляет завод-изготовитель. Работает он как защита блеска, но при этом, по сравнению вот с этим продуктом, он, вот этот продукт, имеет определенную абразивность. То есть он минимально дорасполировывает, доудаляет голограммы. Sealing Wax, это просто обыкновенный воск, который располировывается через 5-10 минут после нанесения, после того, как он замотовел. Держится на поверхности до 4 недель. Ну и, в принципе, продукт, достаточно хорошо зарекомендовавший и уже давно пользующий популярностью на рынке. Liquid Carnauba Protection, это более жидкий воск, более жидкий состав, при этом он также располировывается минут через 5-10, снимается обезжиривателем, то есть создает и создает на поверхности тонкую восковую пленку. Это касаемо защит блеска. Большое количество вопросов задается по поводу вот этого продукта. Endless Shine. Бесконечный блеск, если переводить на русский язык. В аннотации и на этикетке указывается, что это спрей для детейлинга. Однако, продукт является универсальным. Помимо основного назначения, это повышение блеска после полировки, он имеет еще несколько ниш применения. Например, вы можете смело наносить его на любые бытовые приборы. Использовать для повышения блеска на мебели. Использовать для повышения блеска на стекле. Плюс ко всему, этот состав работает как улучшение защиты, улучшение работы защиты блеска. Например, после нанесения PowerLock, для того, чтобы сохранить глянец, для того, чтобы его повысить, можно спустя месяц после нанесения защиты блеска обрабатывать поверхность вот этим вот составом. И у вас защита блеска прослужит дольше. Это касается защиты блеска Endless Shine. Также достаточно часто задают вопрос по поводу специального спрея по удалению остатков паст. Есть ли продукт в мензерне, который очищает поверхность и удаляет остатки паст при смене шагов полировки? Да, есть. Называется этот продукт Control Cleaner. Он как раз служит для очистки поверхности, для удаления остатков паст, для вымывания остатки паст, и чтобы можно было проконтролировать, насколько хорошо мы отполировали поверхность. Следующий вопрос связан с вот этим продуктом. Матирующая паста. Продукт достаточно специфический. И вопрос связан с тем, для чего, какие поверхности и как использовать матирующую пасту. Матирующая паста применяется для улучшения адгезии перед окрасочными работами, перед нанесением краски. Использовать ее лучше на шлифовальном войлоке при небольшом добавлении воды. Поверхность при этом очищается, на нее наносится минимальная риска. Комбинация работы шлифовального войлока и матирующей пасты дает вот эту вот ровную, гладкую, бархатистую шероховатость, на которую, собственно говоря, краска ложится легко и имеет хорошую адгезию к старому слою. На этом наше видео подошло к концу. В этом видео мы ответили на вопросы, которые часто встречаются при работе с полировальными составами мензерна. Но обязательно в комментариях на странице с этим видео пишите ваши вопросы, которые у вас возникли с преработанными пастами мензерна. А на этом мы завершаем. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»